Достройте наши дома! Дольщики ЖК Дуброва парк объединились и обратились к Владимиру Путину с просьбой подключиться к решению их долголетней проблемы. Это уже третье обращение к президенту, но вот собраться с собственниками квартир всех пяти домов долгостроев другого владимирцы решили впервые. Речь о трех корпусах Дуброва парк 2, 17-этажке ЖК 1 и жилого комплекса на Никитской. Видеообращение люди записали с надеждой выйти на прямую линию с главой государства, которая состоится уже 14 декабря. Губернатор Владимирской области Авдеев Александр Александрович отчитал себя, что обманутых дольщиков и проблемных строек в нашей области нет юридически. Но по факту мы есть и нас очень много. 1558 семей только в наших пяти домах. По факту никакой стройки не ведется уже более года на всех пяти домах. При этом наш застройщик чувствует себя прекрасно. Наши власти местные чувствуют себя прекрасно. Напомним, дольщики Друговских ЖК должны были справлять новоселье еще в 2020-2021 годах. Но, как утверждает застройщик домов Игорь Другов, в связи со всеобщим подорожанием цен у него возникли проблемы. Строительство домов не ведется до сих пор. Позиция властей замыкается на тезисе. Сначала банкротство застройщика, потом помощь. Но пока Фемидов встает на сторону Другова и отказывается банкротить застройщика. Сейчас в разгаре суд по ЖК Дуброва парк один, но и тот затягивается. Теперь люди объясняют, на региональную власть уже не надеются. Заинтересованности в их проблеме от чиновников дольщики не видят. Именно поэтому они хотят, чтобы в эту ситуацию вмешался президент. Проанализировали, что мы бьемся во все местные инстанции и ничего не помогает. И мы поняли, что на местном уровне нам не помогут. Мы ждем, что дадут отмашку внести наши дома в единый реестр проблемных объектов. После которого легче признать банкротством застройщика и достроить, наконец, уже наши дома. К слову, впечатление о том, что даже глава региона не очень-то хорошо осведомлен в такой массовой проблеме, у дольщиков появилось после последней пресс-конференции Авдеева, на которой тот заявил, якобы сами дольщики первого ЖК подписали доп. соглашение на продление сроков строительства. Однако с этим высказыванием губернатора участники долевого строительства оказались в корне не согласны. Мы ранее рассказывали об этом в отдельном материале. Совершались некоторые сделки за последние годы, перепродажа квартир, так называемая уступка. И там тогда, чтобы зарегистрировать квартиру в Росреестре, застройщик требовал подписания этих соглашений. Они есть, но их количество минимально. Основная доля дольщиков не подписывала никаких соглашений о продлении срока. Смущает дольщиков и то, что расследование уголовного дела в отношении застройщика затягивается. Напомним, в мае 2022 года Игорю Другову предъявили обвинение в мошенничестве. По нашей информации, он находится под подпиской о невыезде, а следствие ведет управление экономической безопасностью и противодействие коррупции областной полиции. Отделы с экономическим преступлением разрабатывают вопрос о том, чтобы впадать в суд на мошенничество в особенно крупных размерах. Опять-таки, когда это будет? То есть мы были опрошены, жители вот этих индустриных домов, в качестве свидетелей. Данные собираются, и как нам обещали, данные будут переданы в суд. Опять-таки, это не дает гарантии того, что что-то будет решено. 2024 год объявлен годом семьи, но вот встретить его под своей крышей почти полторы тысячи семей, увы, не смогут. Другов на связь с нами не выходит. Дольщики также до застройщика дозвониться не могут. Как поделились люди, сейчас они обратились в приемную депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Гавырина и ждут назначенной встречи. Полное видеообращение вы можете посмотреть на нашем сайте 6tv.ru, а мы продолжим следить за этой ситуацией. Маргарита Бычкова, Артем Замоскин, 6 канал.